Охлос 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 Есть народ и есть верхушка Верхи и низы Верхи с точки зрения низов Что-то должны А верхи Сами совершенно не При делах И не собираются В пользу этих низов Что-либо делать Отсюда претензии низов Вы неправильная элита Никто не говорит, что вы не элита Вот элита должна вести себя по-другому. На самом деле никакой элиты нет. И если бы она была, то она точно ничего бы не должна была народу. А народ элите должен был бы. Это совершенно противоположная трактовка. Трактовка не охлократическая, а аристократическая. Потому что лучшие аристократии, ну это в хорошем случае, когда это родовая аристократия, просто лучшие. Люди не равны между собой, это кажется только тем, что можно уравнять. Долгое время коммунисты это пытались сделать и надеялись на общество равных. Либералы тоже, общество равных возможностей, здесь равный социальный статус, у всех всех подровнять под гребенку. Но ни там, ни там ничего не получилось. Реально не получилось. Просто те, кто себя считают лучшими, они как бы не высовываются. Они готовы говорить про демократию и всякую прочую пошлость. Или здесь говорили про верность идеям коммунизма, Ленина, Сталина и так далее. Ничего это не прошло. И то, что было народом, то, что считало за честь служить своей собственной элите, своей собственной аристократии, а в лице аристократии своему государству и государю, вот этого народа уже нет. Этого народа уже нет. То есть, нет народа собственно того, что считается народом и следует считать народом. В чем есть честь служения? Как в слове о полку Игореве сказано, искать себе чести, а князю славы. Вот этой чести в населении Российской Федерации нет. Поэтому и элиты у этого населения быть не может. Ориентировка Охлоса «Дайте мне, вы мне должны, мне не хватает, мне не доплачивают, мне должны, кто-то должен, я ничего не должен». Установка народная, по-настоящему народная, это «Я должен, я должен своему государству, сначала там семье, государству, государю, служилому сословию, которая идет на войну и сражается за меня и так далее». То есть я должен не только самому себе, вот я выживаю и так далее, своему, пусть даже я признаю там семейные какие-то ценности, не только у нас, кроме семьи, есть и другие общности. Да, там, свое село, волость, там, губерния, отечество в целом. Если нет вот этого понимания долга, то нет народа, а, соответственно, и нет элиты. В недавней передаче по ОТВ я увидел хорошего и честного человека, писателя Юрия Полякова, чьи работы я читал, чьи произведения я читал еще в юности. Вот, и он очень долгое время возглавлял литературную газету, противостоя вот той либерасти, которая заполнена у нас все. И он предъявил претензии, обсуждая вот эту тему, предъявил претензии нынешней так называемой элите, что она переобулась в воздухе. Есть такое выражение, то есть сменила свои ориентиры, как будто бы это возможно делать взрослому человеку, отказываться от одних принципов и изменять их другими. И в результате путинская элита, ну, в кавычках, в понимании Юрия Полякова, и ельцинская элита, это почти одно и то же. То есть те, кто служили Ельцину, там, ультралиберализму, теперь вот как, по мысли Полякова, перейдя в путинский период, просто изменились таким образом, что вроде как они все стали патриотами. Здесь очевиднейшая ошибка, непонимание того, что Путин и Ельцин это одно и то же, Путин это Ельцин сегодня, непонимание того, что это одна и та же, в кавычках, элита, то есть одна и та же группировка, захватившая власть и истяжающая нашу страну. Она не изменилась никак. И то, что она меняет риторику, это никак не связано с ее образом жизни, образом поведения. Она как была, так и осталась подлой, воровской, изменнической группировкой, то есть банформированием, по сути дела, преступным сообществом. И ожидать от этих людей чего-либо другого нельзя. Можно ожидать и мечтать только об одном, об уничтожении этой элиты. Каким способом? Ну, в общем, нас не волнует. Если их перевешивают на фонарях, я лично не буду возражать. Хотя я против вот такого массового живодерства и так далее. Можно обойтись и другими методами. Но если уж никакого другого не предполагается и не будет, ну, значит, такой метод. Пусть будет так. Мне этих людей абсолютно не жалко. Когда их там стреляют, сажают и так далее, ну, по-человечески может быть жалко, что вот кого-то там лишили жизни. А вот функция, которая пресеклась вместе с этой жизнью, она совершенно не имеет никакой ценности. Она враждебна нам и вредна. И, конечно, там ничего элитного просто нет. И быть не может. Потому что там тоже нет ни служения, ни соображений долга. Там нет понимания Отечества. Там нет понимания собственной народности. Потому что я служу, во-первых, Богу, во-вторых, Отечеству, в-третьих, народу. За Бога, Царя и Отечество. Вера, нация, держава. То есть эти ценности, они присущи только элите. А коль скоро у вот этих людей, которых ошибочно называют элитой, ничего подобного нет. Соответственно, они не элита. Когда говорят об элите, речь идет о том, что человек принадлежит к некому широкому сообществу. Я не знаю, там, элита мирового бокса. Есть вот это сообщество. И есть лучшие в этом сообществе. То есть есть лучшие и те, кто хуже. Ну, что поделать? Кто-то в одном преуспел, кто-то в другом преуспел. Я там в боксе не преуспел. Я в эту элиту не вхожу. Я могу преуспеть в чем-то другом. Я могу быть в элите, скажем, научного сообщества, интеллектуального сообщества. Ну, вот. И это не стыдно. Быть в одной элите, не быть в другой. В чем-то быть лучше, в чем-то быть хуже. Но у нас, конечно, сетевые шизофреники, которых я баню, беспрерывно убеждены в том, что они лучше вообще во всем. То есть, им не у кого и не о чем спрашивать и учиться. Еще раз напоминаю, вот сразу в бан отправляется у меня тот, без всяких обсуждений, кто мне предлагает вот этот флаг, утвержденный государем императором, перевернуть. Я сразу понимаю, что у человека не все дома. Вот. Как хотите. Я больше эту тему не обсуждаю. Вот. Очередной раз там забанил двух человек, которые не в курсе дела, но больше я с этими людьми не общаюсь с этими людьми. Я не против. Могут быть такие сякие флаги, какие угодно, но вот этот флаг Российской империи был в определенный период. Потом он не был. Он был. Статус этого флага, ну так же, как и там менялись флаги, да, и вот этот флаг имел статус флага Российской империи, точнее, национального флага. Национального флага. И поэтому именно этот флаг и называется имперка, да, вот в нашем обиходе. И это же флаг и символ русского национального движения. Никаких других нет, не было и быть не должно. Кто хочет переворачивать флаг, переворачивайте, можете на нем чего угодно писать, рисовать и так далее. Черный, желто-белый флаг – это флаг Российской империи и русского национального движения. Все. Что касается элиты, и меня очень задели слова Юрия Полякова, который вроде как-то хотел выразить, что вот элита должна иметь очень твердые принципы, знания, там, моральные принципы. Он сказал, что элита должна быть чем-то вроде твердых каменных большевиков. Но это не элита, это живодеры, которые нам предлагаются, вот такие, с устойчивыми взглядами на то, что лучших людей в России надо истреблять. Это никакая элита, как раз это были истребители, чистильщики, ну, не истребители, не те, которые садятся в самолет определенного типа, а уничтожители, уничтожители, чистильщики, которые истребляли лучших людей. Как Сталин там сгнобил и убил Вавилова в тюрьме, едва не сгнобил и убил Королева, а Путин то же самое. Ну, просто то же самое, только другими методами. Просто все лучшее опускается ниже плинтуса, даже ниже, чем средний уровень. Я это прекрасно знаю и вижу на множестве примеров. Специальный догляд устраивается за лучшими, и лучшим худшая жизнь. Вот это принцип путинщины. Это соединение либерастии с коммунистией вот в одном флаконе. Это и есть настоящий советский человек. Вот такой, такой либеральный коммунист. Вот это и есть Путин, это и есть путинщина. И поэтому кажется, что они вроде как противоречат одно с другим. Ну, шизофреника же нет противоречий. Он может быть и либералом, и коммунистом, и большевиком. И сейчас вот, когда рассылаю свои книги тем, кто их заказывает, удивляюсь, что я почти во всех адресах, 80% адресов там улицы Дзержинского, проспект там Комунаров, улица Коммунистическая и так далее, и так далее. И вот все насыщенно, у нас все-то по ним изгажены большевизмом, коммунизмом. Вот, и понятно, почему это ничего не, почему это не изменилось. Ну, потому что вот у власти такие люди, Ельцин, Путин, разницы нет. Они сейчас подготовят еще одного какого-нибудь леволиберала или либерального коммуниста, все равно. Вот эти люди не способны, органически не способны на формирование элиты. Ну, какая может быть элита у оккупационной группировки? Ну, по сути дела, у наемников, которые говорят на нашем языке, вроде как здесь же родились, но они полицай, они наемники каких-то чужеродных сил. Как мы можем их признавать, у них какую-то возможность формирования элиты? Но симбиоз Охлоса и вот этой оккупационной власти, антиэлиты, он возможен, и мы прекрасно это видим по поведению очень многих пенсионеров, прежде всего. Это поколение, которое продали и предали свое прошлое и будущее своих детей. Вот именно среди пенсионеров, это вот мой возраст, и постарше, я мне еще до пенсии довольно долго, но это стопроцентное несколько поколений предателей, самых настоящих предателей. И вот они, составляя Охлос, который рожден, естественно, при советской власти, воспитан, такое вот Охлократическое мышление, воспитан тогда. Охлократ или Охлос сформирован тогда. Сейчас он просто живет и поддерживается средствами пропаганды. Любовь к начальству для него является самым главным. За 100 рублей к пенсии, как Лужков раздавал, можно было голосовать за кого угодно, за вот тех, кто истребляет нашу страну, обворовывает, там, создаёт миллиардные состояния, граби тех же самых пенсионеров. Но у пенсионера самое главное, это любовь к начальству. Ну и не только у пенсионеров, у многих вот кто-то вот надеется, а вдруг заметят, а вдруг карьера, а если по-другому, а вдруг будет что-нибудь не то, как бы чего не вышло. То есть это патологические трусы. Ну, предатели, они всегда и патологические трусы, там не может быть и героизма. Героизм как раз свойство элиты. Может быть, не постоянно надо геройствовать, но заложена эта вот длительная дружба и длительная ненависть, которые не меняются в течение жизни. По-моему, Ницше об этом говорил. Это как раз свойство аристократии. Нет этого, нет длинных стратегий на всю жизнь. Я на всю жизнь ненавижу эту олигархию. И я никогда от этого не отступлюсь. Где бы я ни работал, где бы я ни выступал, кто бы мне чего не говорил, для меня это абсолютные враги всей жизни человечества, жизни моего народа, жизни моей страны. и это никогда не изменится. Поэтому в этом плане я претендую на то, чтобы когда-то, когда элита начнет формироваться, я как бы к этой элите и принадлежал бы, может быть, постфактум, уже после моей жизни кто-нибудь сказал бы, да, вот элита происходит отсюда, вот от этих людей длинной воли. И я ищу поэтому людей длинной воли. Не зрителей своих роликов, да мне совершенно наплевать на число просмотров там и так далее. Хотя я, конечно, волнуюсь, что вдруг раз с первого сентября и несколько роликов прямо обрубились. Все время, каждый день их смотрели, там, тысяча, две тысячи человек смотрели вот самые популярные ролики. Вдруг раз с первого сентября все отрубили. Такого же не может быть просто так. Но меня не это волнует. Меня волнует количество людей, которые могут быть моими соратниками, единомышленниками и со мной вместе вести пропаганду русской идеи, русского национализма. Ничего другого быть не может. Не может быть никакого пути восстановления элиты и восстановления русского народа. Из положения Охлоса в положение народа, из положения отверженных, кто мог бы войти в состав элиты, в положение правящей элиты, национальной элиты. Вот эти процессы должны проходить и мы должны их поддерживать и словом, и делом. Если мы этого делать не умеем или не хотим, то история России завершена уже в этом веке на наших глазах и тоже через какое-то время скажут, ну, Россия кончилась вот тогда-то. Могут, будут называть там 91-й год, 93-й год, может быть, наш год, какой-то вот текущий, 2020-й. Не важно, но через какое-то время станет ясно, что России уже нет, остались только русскоязычные россияне, русских уже нет. Все. Если мы не хотим, пока мы живы, мы не должны соглашаться с этим, что Россия погибла, тогда наше дело русская национальная власть, русская национальная элита. Слава Руси, Господи, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова